Доклад мэра не был интересен депутатам. Помимо того, он не был интересен и самому Владимиру Ильяных, как и работа в нашем городе в целом. Такое мнение озвучил журналист Оренграда Александр Жарков. Подробности в рубрике «Экспертное мнение». Ильяных, допустим, его можно сравнить с каким-то легионером в какой-то спортивной команде. Если у своего игрока, которого эта команда воспитала, у него болит где-то душа за родину, то легионеры интересует исключительно финансовая сторона. И если его что-то будет не устраивать, он уедет. Здесь вот то же самое, по большому счету, не может и никогда и не будет болеть душа у нашего мэра за наш город. Он никому не нужен этот доклад. Ни депутатам, которые там сидели, вообще никому абсолютно. По большому счету, все было очевидно. То, что он будет говорить, примерно в той или иной степени, все это было очевидно. На многие вопросы, к сожалению, мы не услышали ответы. Это, в первую очередь, наверное, МКП, состояние. И почему так получилось, что не казалось такой ситуацией. Мы услышали проблемы с экологией, проблемы с мусорным оператором и вывозкой мусора, точнее. Мы услышали проблемы с собаками. Мы услышали, как будет решаться вопрос с дорогами в городе Оренбурге. Удиводительная оценка, я думаю, такому отчету можно дать. Спор между Владимиром Ильиных и Артемом Софиулиным может говорить о напряженном отношении внутри партии «Единая Россия». Конфликт назревал еще около года назад и к завершению пока не движется. Так считает журналист портала «Урал-56» Андрей Локомотив. Заметили, да, сегодня единороссы задали более острые вопросы, чем оппозиция. Видимо, какой-то кризис между городским советом и партией «Единая Россия» и администрацией города существует. Об этом мы знали и раньше, об этом ходили слухи давно, что не всех в «Единой России» устраивает работа администрации. Не всем она нравится. Ну, в принципе, это так и должно быть. Мы отвыкли от того, что представители одной партии могут между собой во время заседания о чем-то поспорить, да, и причем сделать это на повышенных тонах. Для нас, для горожан, это однозначно такое некое подтверждение всех вот этих слухов, что Ильиных собирается уходить в Госдуму. Может быть, наши товарищи, загринелые здесь, в Оренбурге, да, не принимают все-таки, не хотят принимать приезжих вот этих вот людей, которые, ну, как мне нравится это, да, сравнивать, которые приехали на вахту, допустим, сюда, да, вот поработать, заработать и уехать.